В республике в нормативное состояние должны привести более 50% трасс. В Чебоксарской агломерации 85 – это планы на шестилетний срок. Как в регионе будут реализовывать приоритетный национальный проект, рассказали в Министерстве транспорта и Волговятском управлении дорог. Подробности далее. В республике начинается активная пора ремонта трасс. До середины июня муниципалитеты должны определить подрядчиков. Объем дорожного фонда в этом году превышает 5 миллиардов рублей. Но и фронт работы большой. В нормативное состояние необходимо привести свыше 170 километров региональной и местной сети. Дорожные работы будут выполняться на 101 объекте на местных дорогах. Программа дорожных работ на местной сети автодорог сформирована. Какие плановые показатели мы здесь ожидаем именно по показателю увеличения доли автомобильных дорог регионального значения соответствующего нормативного требования. По 2019 году планируем наш показатель достичь 44,1%. Основными видами работы у нас будут капитальный ремонт. Так как основная сеть дорог, опорная региональная сеть дорог была сформирована в 80-е годы. Продолжаются и работы на федеральных трассах. Объем капитального ремонта более 40 километров на Ульяновском и Казанском направлениях. Приоритет на плане Волговятского управления дорог и проблемный участок в Ядринском районе. Это строительство эстакады Камасту через реку Сура. И вы знаете, что это очень проблемный. Был проблем в долгострой. Поэтому в этом году у нас основные работы приходятся на этот год. Конечно, задача перед нами Росавтодор. И мы ставим задачу в этом году его завершить и пустить движение по этой эстакаде. Но пока основные работы идут. Это километр 6 километров, это 637-й и 643-й километры. Это в Чебоксавском районе республики. Но мостовики сейчас приступили к устройству мональной железнобетонной плиты, которая объединяет балки пролетных строительных сооружений. Также ведется работа по монтажу балок. В долгосрочном плане Волговятского управления дорог и реконструкция моста через реку Сура. Начались работы по проектированию. От начала строительства это 21-24 года. Достаточно тоже большой объем. И я думаю, что с этим строительством этого моста у нас картина республики кардинально поменяется. Новые методы строительства и ремонта дорог – еще одна приоритетная задача национального проекта. Мы приглашаем и будем приглашать обязательно специалистов. Это и научно-исследовательские институты, и институты, которые действуют у нас на территории Чуварской республики. Специалисты рассчитывают, что качественные дороги помогут до минимума снизить в ближайшее время и количество ДТП. Здесь много факторов, которые зависят не только от нас. Какие бы мы с вами дороги ни делали, какое покрытие соответствующее. Здесь, конечно, и культура соответствующая и пешеходов, и участников дорожного движения соответствующих. Поэтому в этом направлении мы тоже должны работать. И если культура вождения в головах, то заставить соблюдать правила дорожного движения еще можно попытаться. Так, в республике должно увеличиться количество комплексов фиксации нарушений. По статистике, там, где работают видеокамеры, количество ДТП связано к нулю. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.